Как заход федеральной сети повлияет на рынок общепита в Перми, обсудим с ресторатором Олегом Ощепковым. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Вот на ваш взгляд, может ли Вилка-Ложка со временем перетянуть трафик у местных ресторанов в центре? Если, ну, во-первых, если они идут как такое масштабное внедрение, ну, то есть там через какое-то время появится, например, 5, а позже 10, то несомненно. Вот. И, ну, в том числе это, конечно, будет зависеть от того, с чем они придут. Ну, то есть мое наблюдение относительно перспективы развития столовых в Перми, ну, выглядит так, что это пока вот все, что придумывают местные участники рынка, это пока не очень работает. И, ну, мне кажется, что это, ну, отчасти обусловлено следующим. То есть вот те, кто готов воспринимать формат столовых как вот такую ежедневную кухню, они это делают у себя на работе. То есть это либо студенты и преподаватели, либо это люди, работающие на заводах и фабриках, где есть собственные столовые. А вот та активная молодежь, которая сейчас является таким драйвером развития ресторанов, то есть для них крайне важна, ну, не столько еда, сколько социализация. То есть они готовы есть какой-то снэк, который они купили в киоске и при этом выпить такую недешевую для них чашку кофе в приличном заведении и пригласить туда подружку. Поэтому, ну, как мне кажется, то есть если они придут сюда как кафе, позиционируя себя как кафе и предполагая к тому же, что они будут делать упор на локальные продукты, с которыми у них случатся некие долгосрочные взаимоотношения, ну, наверное, это может быть интересный формат, поживем-увидим. Мне кажется, что город, в общем, вполне себе может еще вместить вот не одну такую вилку-ложку, поэтому, ну, то есть я не вижу здесь какой-то катастрофы. Каждый день практически открываются в торговых центрах очень разные заведения, которые приходят к нам извне. И, в общем, ну, как-то все мы достаточно нормально соседствуем. Да, конкуренция, безусловно, растет. Это лишь, ну, делает нашего предпринимательского жизни интереснее, я бы вот так сказал. Что касается локальных продуктов, мы знаем, что Вилкалужка позиционируется как фермерское кафе, которое закупает продукцию фермеров. Вот есть ли такой опыт сейчас у нас в регионе, у столовых или, может быть, вот у подобного формата заведений? Или это будет такой прецедент? Про столовые ничего не скажу. Мне кажется, что так организованы сегодня фермерские производства в городе, что они не очень конкурентны по той простой причине, что делают они мало, делают они это на таком низкопроизводительном оборудовании, поэтому себестоимость таких продуктов достаточно высока. Мы об этом знаем, потому что мы покупаем, ну, там, например, творог или что-то еще. То есть они, конечно же, не конкурентны с фабриками, поэтому вряд ли заведения, сеть заведений, которые будут позиционировать себя как эконом-формат, могут себе позволить такие форматы. Думаю, что это удел гастрономических кафе и ресторанов. Спасибо большое, Олег, за экспертную оценку. Напомню, что сегодня о том, как заход с сети Вилка-Лошка повлияет на рынок общепита в Перми, мы говорили с Олегом Ощепковым, ресторатом. Благодарю вас за это.